Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сдать участок хотят к концу осени этого года. Также бюджет не получит. 120 миллионов рублей, которые должны были пойти на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Их переносят на 2023 год. Киров останется пока без системы мониторинга транспортных потоков, умных светофоров и других приспособлений для регулирования движения. Программа Экономика. Подсолнечное масло. Но из-за ослабления рубля и сокращения поставок подорожали некоторые фрукты. Бензин, без того самый дорогой в Приволжском округе, продолжает расти в цене. Это объясняют увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых и акцизов на топливо. Экономика. На 101 фн. Льготы по ОСН для кировского бизнеса могут работать только до 2022 года. Продлевать их власти не хотят. По крайней мере, законопроект о продлении на следующий год в действии пониженных ставок ОЗС отклонило на минувшей неделе. Это было предложение депутата Светланы Шиховой. На 2021 год ставки по ОСН снизили для бизнеса, который перешел на эту систему после отмены ЕНВД. При условии, что в четвертом квартале 2020 года бизнес отчитывался по ЕНВД, если в 2021 году доходы от видов деятельности, по которым применялась эта система налогообложения, составляют не менее 70% в общем объеме доходов. Шихова предложила продлить льготы на 2022 год и отменить требования по 70%. Потери бюджета при этом оцениваются почти в полмиллиарда рублей. Губернатор дал отрицательную оценку законопроекту. 70% – принципиально важные условия. А к обсуждению сроков закона он считает возможным вернуться через несколько месяцев, когда будет понятен эффект от налоговой льготы. На этом все. Ольга Белезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика». 101ФМ.